Если бы в древнем Риме делали ногти, у одной из самых красивых императриц был бы точно такой же маникюр. Клиентка сказала, что хочет сделать прозрачные ногти, и недолго, выбирая дизайн, идея нюда с поталью и матовыми прозрачными ногтями, сразу покорила ее сердце. В этот раз я не заметила, как быстро время прошло, так долго сидела с наращиванием ногтей, все потому что поверила в себя и на арочные ногти нарастила верхними формами, которые не арочные. Нарастила так аж 4 ногти, а конечно же потом танцевала с бубном, обнаружив, что по бокам у ногтей ступеньки, их тоже надо наращивать. Но я все исправила, а остальные ногти нарастила на нижние формы. Ногтевое ложе я замаскировала плотным камуфляжным цветом, а на остаточную липкость фиксировала поталь, мысленно проклиная того, кто придумал поталь. Ведь она липла не только к ногтю, она липла и к столу, пинцету, пушеры, силиконовые насадки, клиентке, салфетку, потом уже к ногтю, а после ногтей еще и к топу пристала. По итогу ногти понравились и мне, и клиентке, не знаю почему, но они ассоциируются мне с чем-то очень дорогим и роскошным.